А вот в Казалардинской области фермеры вынуждены распродавать скот для погашения кредитов. Займы они получали в рамках госпрограмм кредитования сельского хозяйства под 16% годовых, 10 из которых возмещало государство. Но с конца прошлого года субсидировать процентную ставку неожиданно перестали. Предприниматели поневоле оказались в долговой яме. Как выяснил моя коллега, Шерипас Актапова государства от своих обязательств не отказывается. Степи, раздолье и табуны лошадей. Фирму своей мечты Кималадин Утил создавал на 40 миллионов кредитных тенге. Риск считал оправданный. Ведь госпрограмма «Агробизнес» гарантировала возмещение большей части займа. Раскрутиться на полную мощность и запустить комплекс лечения целебным кобылим молоком, Саумал и Кумысом предприниматель не успел. Выяснил, что по всем счетам придется платить теперь самому. Сто голов лошадей закупил за 40 миллионов тенге. За три года планировал выйти на доход. По договору 10% займа должно погашаться за счет субсидирования. Однако данная мера сейчас не работает. Оплатить вместо 200 тысяч в месяц целый миллион я не смогу. Мне придется распродать лошадей, закрыть кредит и фирму. В кредитной Кабале порядка 50 предпринимателей Казардинской области. Жалуются, что дело приходится сворачивать на старте. К проблеме подключились эксперты региональной палаты. Предприниматели, которые получили займы в конце 2020 года и которые получались в 2021 году, они не могут получить субсидированные проценты на ставки своих займов. С декабря 2020 года госорганы отвечают, что нет средств на субсидирование по процент ставки. То есть механизм есть, но, к сожалению, из-за нехватки средств в республиканском бюджете, возможно, или в областном, данный механизм не работает. Фермеры рассчитывали на правила субсидирования, что из 16% 10% будет субсидироваться. Наше предложение по решению этой проблемы, это в случае, если государство не может выполнить свои обязательства в рамках госпрограмм, мы предлагаем тогда снизить эти проценты с 16% до 6%. Поводов для паники нет, парируют чиновники и пообещали. Вопрос с субсидированием с повестки дня снимут. Для решения данной проблемы запросили у Министерства сельского хозяйства дополнительно 1 миллиард 228 миллионов тенге. И 20 апреля принято положительное решение. Думаю, до конца года средства получим. Правда, отметили чиновники, миллиарда на всех может и не хватить. На стадии очередной запрос о выделении дополнительных средств. Шарипас Актапова, Руслан Жуспеков, телеканал «Атомикем Бизнес», Казардинская область.